Netflix наполнен отличными военными фильмами. От эпосов о мировых войнах до интенсивных современных конфликтов. И сегодня мы все переберем, чтобы найти наилучшие из лучших. Добро пожаловать обратно, это Матю из Тин Голд. И сегодня мы рассмотрим 10 лучших военных фильмов на Netflix сейчас. Начнем. Номер 10. Нарвик. Группа норвежских партизан борется против непреодолимых преимуществ, чтобы остановить оккупацию Германии. Нарвик – это интенсивное изображение малоизвестной военной истории и демонстрация упорства и храбрости солдат, которые боролись на фоне потрясающих арктических пейзажей. С достоверным изображением исторических событий и превосходной игрой актеров, Нарвик – это очень занимательное зрелище для любителей военных фильмов. Он доступен почти во всех регионах Netflix и определенно заслуживает просмотра. Номер 9. Аванпост. Фильм описывает одно из кровавых сражений Афганской войны, где небольшое число американских военных в Китинг столкнулись с неутолимыми атаками талибов. Форпост. Жесткий, напряженный образец современной войны. Он стремится показать напряженность и скоростные решения в реальных битвах, иногда бывает крайне захватывающим. Главное – отдать дань храбрости и самопожертвованию служащих. Он также предлагает трезвый взгляд на строгость войны. Форпост не в каждом регионе, но можно найти в США, Австралии, Нидерландах, Мексики, Бразилии и других. Теперь у вас есть что-то, что представляет вас. Победа. 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 Номер 8. Звери без родины. Этот фильм следует за Агу, мальчиком, что запринужден стать военным в стране, разрушенной гражданской войной. «Звери без нации» – вымышленная история по роману одноименного режиссера Кэри Фукунаги. Это портрет влияния войны на детей, игра Идриса Эльбы, как военачальника. «Звери без нации» – история потери невинности, необходимой к просмотру фильм Netflix. Остановитесь для осмотра. Извините, я этого не сделаю. Остановитесь для осмотра. «Желаю вам умереть за свою страну. Я сейчас же поеду». Номер 7. 13 часов. «Солдаты Бенгази». Рассказ охраны «Время теракта в Бенгази-2012. Риск жизни. Защита дипломатического комплекса». 13 часов. Майкла Бэя, известного своими потрясающими экшн-сценами. Он также показывает героев, как обычных людей, демонстрируя их отвагу и стойкость в огне боя. 13 часов. Еще один фильм, доступный во многих, но не во всех регионах. Можно посмотреть его в Великобритании, Германии, Австралии, на Филиппинах, в Индии, Южной Африке и больше. 6 номер. «Бомбардировка», также известная в некоторых регионах как «Тень в моем глазу». История о солдатах и мирных жителях в разрушенном Копенгагене во время Второй мировой войны. Они борются за выживание и приходят в себя после бомбардировок. «Бомбардировка» соединяет несколько историй, чтобы показать всю полноту войны и ее влияние. Фильм может быть довольно душераздирающим и показывает зрителю мучения и жестокости войны изнутри. С красивой операторской работой и великолепными актерами «Бомбардировка», мощная жемчужина. Если вы все время ищете хорошие фильмы на Netflix, дайте мне сделать эту работу за вас. Я каждую неделю ищу на Netflix лучшее из лучшего в каждом жанре. Так что нажмите кнопку «Подписаться» и наслаждайтесь лучшим, что может предложить Netflix. В самом сердце разоренного войной Масула иракский спецназ под руководством бывшего офицера полиции борется за освобождение города от ИГИЛ, создавая узы братства в хаосе. Масул – дань мужеству бойцов, которые отказывают создавать свой город, несмотря на напряженную борьбу. Это американский фильм, несмотря на арабский язык, с реалистичными сценами боевых действий, делающими Масул взглядом на жертвы в битве за свободу и справедливость. Тверы. Забытая битва. Этот фильм, события которого разворачиваются в последние дни Второй мировой войны. Он следит за жизнями голландских граждан, немецких солдат и союзных войск, пытающихся выжить во время беспощадной битвы за Шельд. Это голландская лента, освещающая, нередко забывают об этом сражении и отдающая должные роли канадской армии как важного участника союзнической операции. С помощью глубокого раскрытия персонажей и увлекательного сюжета, забытая битва наглядно показывает человеческую сторону войны, создавая потрясающий фильм, звучание которого не прекращается после просмотра. Три. По соображениям совести. Этот фильм рассказывает реальную историю Дезмонда Досса, отказавшегося от военной службы по соображениям совести, который служил медиком во время Второй мировой войны, не носившим оружие. Во время жестокой битвы за Окинава, непоколебимая вера Досса и его необычайная храбрость помогли спасти жизни 75 солдат, держа под огнем, за что он был награжден медалью Почита. Хаксо Ридж. Это потрясающий фильм о непоколебимой верности одного принципам даже во время войны. Хаксо Ридж доступен в некоторых регионах Нетфликс, но не во всех. Можно найти его в США, Австралии, Германии и еще в нескольких местах. Осада Жада Авиля рассказывает историю ирландских миротворцев ООН, осажденных катангскими силами под руководством французских и бельгийских наемников во время кризиса в Конго в 1961 году. Под предводительством командера Патрика Куинлана аутсайдеры-ирландцы храбро защищали позиции в битве, ставшей символом мужества и стойкости. Осада Ядовиля показывает мужество ирландских солдат перед лицом превосходства противника и освещает затерянную главу военной истории. Перми На Западном фронте без перемен следует группе молодых немецких военных во время Первой мировой войны. Они сталкиваются с жестокостью войны, сомневаются в убеждениях и борются за человечность в хаосе фронта. Это адаптация классического романа 1925 года, называемого антивоенным за исследование влияния войны на всех участников. На Западном фронте без перемен это жестокое изображение ужасов войны, впечатляющее кинооператорское мастерство, выдающиеся актерские игры и незабываемая история.